Ну и так, как сейчас вообще? Ну, самочувствую. Полегче, полегче. Поздороваться и пожать руку для капитана полиции сейчас непростая задача. Чтобы приподняться с кровати, нужно потянуть за бинты. Но это всё равно лучше, чем лежать в реанимации. Навестить Сергея приехала его жена и родители. К ним присоединился заместитель начальника главного управления МВД по краю. Спасибо вам, есть сын воспитатель. Спасибо вам. Всё, что понадобится. В хирургическое отделение Сергея перевели накануне из реанимации. За жизнь полицейского боролись врачи Емельяновской больницы. А коллеги сдали около 10 литров крови для переливания. На данный момент средняя тяжесть. После травмы прошло уже 7 дней. А при поступлении крайне тяжело было. То есть, да. Ранений очень много было, тяжело. Участковый получил несколько ножевых ранений в грудь и в голову от дебошира в посёлке Элита. По словам очевидцев, подозреваемый, похоже, находился под воздействием наркотиков или алкоголя. Перед задержанием он несколько раз заходил в местный магазин и вёл себя неадекватно. Я стояла там возле платёжки. У меня крест, получается, из кофты вылез. И всё. Он увидел этот крест и начал говорить, что ты умрёшь, что носишь мёртвого Иисуса. Там на груди с ними его немедленно. И всё. И как бы попер лопат. Зашёл потом второй раз с сигаретой. Потом попросили выйти. Он съел эту сигарету. Схватил у нас вино. Хотел уже выйти. Ну вот и всё. Продавец часто видел оподозреваемого. Парень приезжал за продуктами почти каждый день. Но в этот раз он был явно не в себе. Выйдя из магазина, мужчина направился ещё в несколько торговых точек. А задержали его уже здесь, вот на этой площадке, рядом с магазином строительных материалов. Здесь он и набросился на полицейских с ножом и нанёс несколько колоторезанных ран. Сейчас против задержанного возбудили дело по статье «Постигательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». А руководство главного управления МВД решает, как наградить Сергея Федоровича. Он после получения ранения, уже будучи раненым, уже истекающей кровью, он продолжал его задерживать. Он повалил его на землю, то есть не спасовал, не шаг назад сделал. Фактически он держал его на земле до прибытия сил поддержки. Выписать участкового врачи планируют через три недели. Тогда Сергей увидит семью уже не в больничной палате, а у себя дома. Антон Шевчук, Алексей Егоров, Афонтова, Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова